Девушки отдыхают Следовательно, он теперь один из самых сильных европейцев А кто будет в 3х3 в сильных европейцах, Кабан или Ричард, решать вам Ну и, естественно, Саладин и Эмир, два сильных араба Так вот, расстановка будет такой, что Фридрих будет находиться под Саладином Для того, чтобы Эмир атаковал его по диагонали Ну такая же история у Саладина с Волком Арабов с европейцами объединяем И, в принципе, можно начинать Здесь не крест-накрест, как вы понимаете, будет битва Поэтому увидим, что будет происходить У, все Смотрим за самой битвой Фридрих Барбаросса развивается на замке... Слушайте, а какой у него замок четвертый? Короче, Волк шестой, Эмир шестой, Саладин четвертый замок У этого, по-моему, тоже четвертый, если я не ошибаюсь Но это достаточно сильный замок, если вы посмотрите внимательно При этом здесь налажено не только производство арбалетов и закуп этих самых арбалетов А еще и дополнительно найм армии То есть Фридрих очень медленно нанимает войска Если вы не знали, в ваниле Саладин уже начал, кстати говоря, атаку конницей Поэтому, в принципе, это неплохо При этом Эмир ничего не начал А Волк начал расстрел этого самого Эмира Хотя на центре, если вы видите У Эмира здесь появляется Целый хмельник И Волк его начинает расстреливать камнями Слишком жестоко, по-моему Идут катапульты от Саладина Который расстреливает постепенно Фридриха Барбаросса Ну Фридрих Барбаросса, естественно, огрызается тоже своей одной катапультой Саладин, кстати говоря, уже начинает атаку Тут пришла конница Пришли арабские лучники Пришли инженеры Рабы на то, чтобы прокопывать ров, насколько я понимаю Так что, в принципе, будет хорошая атака Мне интересно, Эмир будет ли таймить вместе с Саладином Нет, Эмир таймить не будет Он атакует Волка Хорошо, тогда посмотрим за атакой Саладина против Фридриха Барбаросса Пошла куда-то конница А, это они что, Волка атакуют все вместе? Да, они решили Волка атаковать вместе Прикольно получается То есть он вроде как направил на Фридриха, но начал атаковать Волка Ну и, соответственно, вся атака умирает Потому что арабских мечников здесь достаточно немного Как и конница, в принципе И сам Фридрих начинает атаку Ага, вот это уже поинтереснее Инженеров не будет при этой атаке Но будут мечники, европейские лучники и арбалетчики А, нет, тут Имира, ну и два человека Так что это, в принципе, неинтересно Четыре катапульты уже от Саладина перенаправлены были на Волка Но пока они видят здание Фридриха, можно и пострелять Почему бы и нет, правильно? По идее, правильно Постепенно уничтожается замок Фридриха Посмотрим, что тут у Волка против Имира Ну, тут Имир вроде пытается напрягать своими арабскими мечниками При этом в огромных количествах Но как-то не очень хорошо получается Потому что и арбалетчики, и баллисты, и огневые баллисты И все это очень-очень плохо влияет на арабских мечников Потому что они вдохнут как будто Бежит куда-то конница Но это конница эмировская Скорее всего, эта атака будет на Фридриха производиться И вместе с ним атакует Саладин При этом здесь европейские мечники умирают на центре Потому что эмировская армия что-то делает Но очень-очень А, Саладин пошел атаковать Все, Саладин пошел атаковать Арабские лучники встали в атаку Конница пошла тоже в атаку То есть вся конница у Саладина постепенно работает При этом эмировская конница пока стоит И ничегошенька не делает Кроме расстрела центральных мечников И теперь эмировская конница побежала Но они все равно будут стоять расстреливать центральных мечников И когда они их расстреляют Уже этот агр перестанет вообще быть нормальным Агр больше не такого у конницы И вообще у лучников А центральных мечников не будет Полностью атака Саладина провалилась Но у него есть очень много катапульт Которые до сих пор расстреливают эмира Эмира этого Фридриха И при этом до сих пор Еще живо войско эмира Которое в принципе подходит к стенам Фридриха Барбаросса И начинает постепенно арабскими мечниками Разрушать все-все-все что есть Говорят тут лагерь инженеров У Фридриха И вдруг остается удалился И уничтожился И не знаю восстановит он его вообще Или нет Будет ли теперь у Фридриха Барбаросса Хоть какое-то инженерное войско Три катапульты очень жестко уничтожают Башню Фридриха Нужно здесь три Правильно Их здесь три Минус одна башня И при этом Я не знаю будет ли минус центральный Но минус центральный не будет Потому что Манганели очень хорошо попадают По катапультам Ну и остатки армии эмира Просто так будут стоять Ничего не делать Интересно что там по деньгам По деньгам у нас 20 тысяч У Фридриха Барбароссы И у всех остальных Достаточно много еще Но Фридриха Барбаросса Пока штурмуют вдвоем Как только Фридриха Барбаросса умрет Если умрет конечно же Тогда откроется доступ Наверное к волку Потому что у волка будет всегда больше армии Я думаю они будут постоянно Штурмовать сейчас только Фридриха Пошла уже армия эмира Напрягать Фридриха Это напрягающие мечники Идут катапульты постепенно Но эти катапульты Как вы понимаете Вообще желтые хп То есть она Ну пока видит волка Она уничтожает волка Причем какие-то все Такие лесопилки Лесопилки это не очень выгодно Рыцари господина Фридриха Умирают от арабских мечников И все Да они очень быстро умрут Потому что тут и арбалетчиков много И в принципе и манганели работают И все работает как нахрен Волк в это время По-моему даже никого еще ни разу не атаковал Или уже атаковал Но я это дело пробавлю Стоят на центре здесь И огневая баллисты и катапульты От господина эмира Только вот Они атакуют волка Да они пока что атакуют волка Почему-то Ну в принципе не важно Главное что они хоть кого-то атакуют Арабские мечники здесь дерутся Арабские лучники здесь дерутся За центр карты При этом арабские лучники И эмировские И волковские Постоянно подходят И что-то пытаются здесь делать Ну у волка соответственно Этих арабских лучников Подходит больше И они умирают От стены мира При этом здесь пока Ничегошеньки не происходит Но единственное что мог бы Саладин конечно попробовать Что-то сейчас сделать Господину Фридриху Но катапульты Пока направлены на волк То есть пока катапульты Не атакуют вообще никого А их расстреляют Манганели И Манганели расстреляют их Очень хорошо Смотрите Красной жизни остались Эти катапульты Две катапульты Желтыми Смотрите-ка Фридрих Барбароса Решил выйти Своими европейскими лучниками Полностью В атаку Ну как-то они Первая часть очень быстро умерла Вторая часть защищает Азис Но особо сильно Это ни на что не повлияет Потому что здесь Ратные лучники У Саладина Очень хорошо расстреливают Всех европейцев Абсолютно Арбалечка Которая будет подходить Будет умирать Да Тут бежит конница На перерез Но конница Эта вся умирает полностью И как только Арбалечка будет подходить Они будут естественно Умирать от стен Саладины Мечники Сейчас уничтожат Напрягающие катапульты Как видим В одну Даже две Спокойненько Огнеметатель Уничтожает мечников Но это особо сильно Не поможет И два мечников Встали прямо Под башню Для того чтобы Ее уничтожить Но не получится Ее уничтожить Потому что пришла конница Конница в рукопашке Уничтожила Самых европейских мечников И на этом Атака Фридриха Полностью захлепнулась При этом здесь у нас была Если что Атака Эмира По волку Потому что вы видите Уничтоженные волчьи ямы Это скорее всего Все было в арабских мечах Не особо хорошо получилось По деньгам По деньгам У Фридриха осталось 11 тысяч Фридриха Нет экономики Как вы понимаете У Фридриха Вся его армия И все его развитие Вообще не под его экономику Что это такое Один Железный рудник Две каменоломни Есть ли что-либо еще Ну тут вроде есть Но он почему-то Все это дело построил Именно в центре карты А не здесь Хотя должен был построить здесь Поэтому у него нифига Этой самой экономики нет Потому как в центре Ему приходится за эту экономику Воевать Посмотрите На например Саладина Который построил себе Все рудники сзади Посмотрите на Эмира Который построил себе Рудники сзади Посмотрите на Волка Который в принципе Вот три рудника Остальные рудники Ну он Идтик даже В принципе И не строит Потому что они Здесь все у него Находятся Но каменоломни При этом он пытается Построить цель Арабские мечники Эмира Прибежали для того Чтобы наверное Уничтожать лесопилки Волка Может быть каменоломни Но они все умерли Поэтому мы никогда Этого уже не узнаем Саладин накопился Эмир накопился Видимо сейчас будет Атака на Фридриха Волк кстати готов Атаковать тоже Кого-либо Скорее всего Он будет атаковать Эмира Потому что у Эмира Очень мало денег 17 тысяч И при этом Ну да много воинов Но денег мало Скорее всего Он будет атаковать Именно Эмира Ну у Фридриха Уже 10 тысяч Осталось И тут быстрее Обанкротится ли Эмир Или быстрее Обанкротится Господин Фридрих Чем быстрее Обанкротится Эмир Тем быстрее Соответственно Вдвоем Могут напасть Фридрих С Волком На Саладина Чем быстрее Обанкротится Фридрих Тем быстрее Могут Эмир С Саладином Напасть На Волка Ну естественно Предварительно Уничтожив Или Фридриха Или предварительно Волк с Фридрихом Ну и что же ты имеешь? Идет атака на господина Фридриха Барбаросу. И при этом пришли арабские лучники, пришли конные лучники. Они очень хорошо расстреливают всех-всех арбалетчиков, которые имеются на башнях. Две огневые баллисты плюс катапульта тоже нормальненько застрел начинают. Почти всю башенную оборону полностью у Фридриха уничтожил господин Саладин. Поэтому если сейчас подойдет сюда Эмир, Эмир полностью все закончит. Да, арабские мечники, конечно, подходят. И Саладиновский, и Эмировский. Но они очень быстро уничтожаются от арабалетчиков, потому что сюда нужно сейчас конницу Эмира. Если конница Эмира подойдет, то все. Для господина Фридриха все будет кончено. И можно будет просто прорвать всеми-всеми мечниками Эмировскими основную оборону. Подходят вроде как европейские лучники, но они особо сильно ни на что не повлияют. Тут чуть-чуть вроде как расстреливают. Может быть, манганы люди что-то. Может быть, потому что огневые баллисты вообще не понять с чем воюют. Ну и Фридрих удалил все свое производство, всю свою экономику. Это минус все деньги. Да, Саладин свою атаку закончил, но Эмир продолжает свою атаку. Скорее всего, арабские мечники уничтожают первую башню. И больше ничего не уничтожат. Ну, может быть, этот барбакан еще уничтожат, но навряд ли. Навряд ли. Да, так и есть. Время у Эмира денег увеличилось аж на 10. Ну, у него там было вроде как 16, так что на 5 будем считать. На 5. Но 21 тысяча уже есть. Все, что нужно, Фридриху нужно продержаться до определенного момента, пока волк не начнет штурмить господина Эмира. Как только у господина Эмира заканчиваются армии, заканчиваются деньги, волк начинает нормальненько прессовать его Эмира. И при этом потом Фридрих поможет волку запрессовать Эмира. Главное не умереть здесь сейчас. Ну, катапульта расстреливает. Ну, катапульта кого расстреливает? Казарма? Нет, она расстреливает башню. Центральную башню господина Фридриха 3000 денег. У Фридриха войско он почти не нанимает, и при этом его до сих пор пытается осаждать Эмиру. Ну, Эмир не нанимает армию, зато он копит деньги себе. В том-то и дело. То есть, если волк сейчас накопится, он, в принципе, может попробовать уничтожить Эмира, но уже нападает Саладин. То есть, сейчас Саладин поможет господину Эмиру. Пришли арабские лучники, снова уничтожают половину всей обороны. Пришла при этом еще дополнительно конница. Тоже падает половина обороны. Да, падают все арабские лучники и конные лучники, но почти вся-вся-вся-вся-вся арбалетная и европейская лучниковая оборона господина Фридриха падает. Остается только арабские мечники и здесь огневые баллисты у господина Саладина. Он это все дело сейчас развалит. Сейчас минус башня будет, минус вторая башня. Скорее всего, уничтожится центральная. Центральная уже улетела. Как видите, Барбакан тоже уже улетел. Остается две огневые баллисты, которые пытаются, ну, наверное, пожар сделать, насколько я понимаю сейчас. Да, это будет, скорее всего, пожар, но атака Саладина закончилась, потому что все арабские мечники умерли. И сейчас бегут 40 арабских мечников, напрягающих от господина Эмира. Ну, плюс еще тут есть катапульта, которая, в принципе, расстреливает и каменную казарму, и абсолютно все у господина Фридриха закончились. Деньги. Больше денег нет, восстанавливаться он не будет, и, скорее всего, арабские мечники, если успеют подойти, или если следующий атака Саладина успеет вовремя подъехать, это уничтожение всего-всего-всего замка Фридриха. Но не уничтожение его самого пока что. Кстати говоря, идут конные лучники волка защищающие. Они бегают, видимо, просто так по Азису. Интересно, будут ли они нападать на конных лучников Эмира, потому что Эмир в это время копит деньги. Потому что у него стоят вот эти лучники просто так. И, соответственно, Эмир еще свою атаку не завершил. Пришли конные лучники к Эмиру от Волка, естественно. Но так как их было не так уж и много, они не особо сильно смогли что-то сделать с господином Эмиром. И при этом Волк не атаковал. Волку нужно атаковать его войсками. При этом, если сейчас подойдут сюда пикнеры-мечники, то у Эмира не так много сил для того, чтобы защититься. Какие-то, да, арабские мечники бегают, но это все ерунда, потому что он их в любой момент времени может отправить в атаку на Фридриха. Ну, а Фридрих, естественно, их быстренько уничтожает. У Саладина, кстати говоря, больше всех денег. Пошел Эмир арабскими своими мечниками к господину Фридриху. Волк ничего шиньки не делает. Пока что ничего шиньки. Он просто купит армию, как и Саладин, в принципе. Но Фридрих пытается отбиться от огневой баллиста, которая ему навязывает определенный стиль игры. Подпаливается хижина, но она уничтожается этими же двумя огневыми баллистами. И огневая баллиста пытается сейчас прострелить хижину, но не может, потому что здесь стоят каменные стены. Подходят арабские мечники от Эмира, но они быстро умирают, потому что здесь очень много арбалетчиков. Здесь нужна какая-то конная армия для того, чтобы все было в порядке. О, кстати говоря, Эмир, если что, только что нанимался. И у него увеличилось количество армии, и Волк нападает вместе. Со всеми всеми. То есть нападает Саладин, нападает Эмира, при этом приходит сюда армия Волка, но она просто так стоит и получает от конных лучников Эмира. То есть Эмир сейчас полностью расстреляет всю-всю-всю армию Волка, и при этом приходит Саладин и начинает расстреливать башню Фридриха. Башня у Фридриха умирает, скорее всего, почти полностью. То есть теперь намного легче будет мечниками зайти Саладину или же Эмира. Ну тут остались только две огневые баллисты, но огневые баллисты пытаются... Смотрите, как сделать пожар в замке, но лучше бы они подъехали чуть-чуть поближе и расстреливали пучников. Подходит арабские мечники, уничтожается одна башня уже центральная, но это с помощью катапульта. Сейчас и катапульты, и арабские мечники помогают уничтожить первую квадратную. Упадет ли вторая квадратная? Скорее всего, упадет, потому что объединенные силы Эмира и Саладина очень неплохо прям навалились на эту башню. И Барбакан тоже отваливается. Наверное, ей, если сейчас не умирают все-все-все пешие войска. Катапульта смогут его добрать. Катапульта добрали Барбакан. И пока что фридмих Барбаросса отбивается. Но фишка в том, что Волк ничего не делает. Просто так стоят конные лучники. Волк вообще ничего не делает. То есть его атака пришла, и вся атака убилась об конных лучников Эмира. Если бы он атаковал Эмира сразу, а не атаковал бы Саладина, то, возможно, это была бы победа. Но скутный интеллект решил, что Саладин в данный момент времени слабее и почему-то начал атаковать Саладина. Странно. Огневые баллисты стоят и расстреливают европейских лучников, и при этом тут стараются еще расстрелять и инженеров, и мечников, и кого только они не расстреливают. Самое хорошее, что уничтожены были все хижины и вообще все здания, для того, чтобы огневые баллисты больше не работали по этим самым зданиям. Тут катапульты этим прекрасно занимаются. То есть катапульта Эмира, который стоит, и расстреливает и башню, и хижины, и вообще абсолютно все. Огневая баллиста подъехала чуть поближе, теперь она действительно может и мечников уничтожать, и лучников уничтожать. Это то, что нужно было для того, чтобы уничтожить господина Фринга. Ну, арбалетчик ничего этот не сделает, скорее всего, его просто сейчас убьет огневая баллиста. Да. Лучники умирают, подходят арабские мечники. Интересно, насколько быстро их хоть теперь уничтожат, этих напрягающих арабских мечников. Ну, видите, они быстро не падают, то есть, соответственно, они успеют даже пройти докуда-либо. Кстати говоря, уже Саладин занял территории, прилежащей к замку Фридриха. То есть, сейчас арабские лучники полностью все территории заняли. Это значит, что Фридрих больше не поставит на свои башни пока что никаких, ни лучников, никого. А напрягающие мечники Эмира будут уничтожать всю экономику Фридриху. Ну, и, соответственно, Саладин, если атаканет, а он уже атакует, то, по идее, это должно закончиться, ну, как минимум, в одну-две атаки. Если он, конечно, все правильно сделает. Но это бот, он все правильно априори не сделает, поэтому... Поэтому, я думаю, это будет две атаки. Интересно, что там с Волком. Волк пока ничегошеньки не делает, просто копит деньги. И все приходит к тому, что европейцы пока слабее. Два сильных европейца слабее двух сильных арабов. Уничтожаются почти все лучники. Интересно, уничтожили этих арбалейчиков на башне? Потому что это очень важно. Ну, видимо, не уничтожат, но зато пока здесь работают и катапульта, и еще катапульта Эмира, и дополнительно огневые баллисты, и плюс ассасины завоевали Барбакан. Но толку от этого особо сильно нет. Пришли арабские мечники Саладина, начинают уничтожать башню. Первая башня упадет, вторая башня упадет. Барбакан, скорее всего, никто уничтожает. А, нет, уничтожается Барбакан. Причем ассасины, которые захватили Барбакан, его уничтожают. Был сделан пожар в замке Фридриха, но не во внутреннем. Во внутреннем пожара пока что нет. Скорее всего, он будет через вот эту церковь. Ну, или, скорее всего, через вот эту мастерскую. В зависимости от того, как получится, хорошо или плохо. Тут все зависит от того, будет ли пожар или нет. Если пожара не будет, скорее всего, Фридрих умрет. Потому что приходит кодица Эмира дополнительно. И все, Брукопашечку полностью уничтожается. Да, и заходят арабские мечники Саладина, и Саладин уничтожает Фридриха Барбаросу. Ну, и теперь остался один Волк, соответственно. Что у нас здесь? Эмир, который копит очень много конницы. И Саладин, который копит очень много конницы. Будет интересно, сможет ли Волк вот сейчас своей атакой, которую он ведет на, скорее всего, Эмира... Нет, на Саладин он, скорее всего, должен вести атаку. Или на Эмира. Ну, вообще на Эмира, потому что у него меньше армии было, и плюс он ближе находится. Ну, пока Волк просто стоит, выбирает цель. Вообще, выкапливает армию. Он свою цель не поменял, это Эмира Марф. Появляются два требюшек, это пульта неработающая, и одна огневая баллиста, которая, скорее всего, будет уничтожена быстро, но особо сильно она Эмиру никакого вреда не принесет. Подпаливается медведик, но внутренний... Ааа, подпаливается полностью внутренний замок Эмира! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Это все просто войско Эмира, которое стояло у костра, копилось, было уничтожено. То есть вся конница у Эмира была уничтожена. При этом Волк пытается кого-то атакануть. Он такой, что, Солодина, что ли? Почему он непоследовательный? Я же поставил алгоритм, чтобы он не переключался во время атак. А он атакует Солодина. Может, он изначально решил атаковать Солодина? То, что он вот это проатаковал Эмира осадными орудиями, так, получилось. Или он идет уничтожать что-то Эмиру здесь, где-то у Эмира. Есть какие-то здесь Оазисы, может быть, здания? Ну, все Солодиновское. Я так просто просмотрел, все Солодиновское. А куда он идет тогда мечниками, я не понимаю. В принципе, не важно, куда он идет мечниками, потому что Солодин начинает свою атаку, и при этом Эмир начинает свою атаку. И у Эмира уже все-все-все войско умерло, потому что здесь есть араболетчики, которые нормально так все порасстреливали. Да, тут вроде как идут европейские лучники, вроде как идут арабские лучники, но Солодин пока выкапливает свою армию для того, чтобы можно было начать вторжение на территорию Волка. И 56 тысяч Волк будет держаться достаточно долго. Мне просто интересно, закончатся ли деньги у Эмира раньше, чем у Волка. Или нет, потому что если закончатся деньги у Эмира, Волк, в принципе, сможет уничтожить Эмира, и тогда он будет с Солодином один на один, но вы знаете, чем это может закончиться. Волк, если накопит максимум своей армии, а он может накопить, то там будет слишком много дегенеров и мечников для того, чтобы Солодину легко отбиться от его атак. Ну и, следовательно, Волк легко победит Солодину. То есть Волку просто нужно уничтожить Эмира сейчас. Ну и Эмира, как вы понимаете, деньги копятся, поэтому проблема будет большая. У Солодина вся атака закончилась, как вы видели, без конных лучников никак Волка отсюда не выбить. Слишком много у Волка здесь. И Арбалетчиков, и европейских лучников стоят на башнях на защите. Причем со всех сторон. Их действительно очень и очень много. Три Манганели особо сильно уже ни на что не влияют. Но при этом Солодин может выкапливать деньги себе в любых количествах, потому что под ним соперника нет, и Солодина больше никто не напрягает. То есть Солодин сейчас будет полностью захватывать всю карту, ну и, скорее всего, перемещаться своими арабскими лучниками на территорию Волка для того, чтобы уничтожать его рабочих. Здесь у Мира такой ситуации нет, потому что Волк его постоянно штурмует. Но при этом у Волка умирают каменоломные. То есть каменоломные стоят у Волка на центре, постоянно рабочие, находятся под обстрелами бух Манганелей и Мира, и, соответственно, все эти рабочие умирают, и Волку очень-очень много достается по потере крестьян. Ну, арабских мечников и Мира просто так Волк уничтожает. То есть как бы он там ни напрягал, Волк легко будет уничтожать. Если у Фриды Кабарбароса там буквально с шестью-семью арбалетчиками получалось это сделать, то и у Волка, я думаю, получится легко уничтожить всех-всех-всех этих арбалетчиков. При том, что у Волка здесь намного больше арбалетчиков. Так еще и стоят здесь, пытаются вроде как атаковать. Волк копит себе армию в атаку? Нет, он копит деньги. У Мира уже денег уменьшилось в количестве 24 тысячи. Он постепенно будет уменьшать, уменьшать, уменьшать. Интересно, отобьется ли Волк все-таки до того момента, пока у Мира денег не будет. Я это повторяю второй раз, может быть, уже даже не второй, но это действительно очень важная веха. Ее нужно достичь. Ну, конница тут вроде что-то пытается сделать, но ничего особо не получается. Кстати, Эмир пошел атаковать, и при этом Саладин пошел атаковать. Давайте посмотрим на атаку Эмира, потому что сейчас улетает полностью вся-вся-вся арбалетная армия Волка, которая оставалась. Волк должен выкапливаться в атаку, ну и в том числе и в защиту. Соответственно, интересно, будет ли атаковать сейчас конница, плюс европейские лучники, которых здесь очень много у Эмира. Очень много приходит мечников. Интересно, сохранились ли инженеры для того, чтобы здесь можно было выставить очень много осадных орудий и атаковать Волка. Ну, у Саладина точно остались тут и осадные орудия, и очень много конницы, и очень много всего. Пошла конница господина Эмира. Конница господина Эмира почти полностью разваливает правый фланг у Волка. Центральный фланг разваливает Саладин, но у него особо сильно не получается, потому что здесь уничтожается вся его конница с помощью рвов с нефтью. Ну, и бегут мечники с той стороны, бегут мечники с этой стороны. Объединенные армии пытаются вроде что-то сделать, но арбалетчики, я думаю, пока сильнее. Хотя правый фланг, который был полностью зачищен Эмиром, будет разгромлен, причем очень сильно. Потому как... Волк сделал послание. Это значит, что бот чувствует свою слабость, но я здесь слабости пока особо сильно не вижу. Да, была уничтожена башня, но слабости здесь пока никакой нет. Как таковой слабости действительно нет. Блин, Эмир как быстро идёт бы выкапливать. Скорее всего, не будет денег у Эмиры ноль. Он очень их быстро выкапливает. Очень. Две атаки полностью провалены, но при этом у Волка была уничтожена вся линия обороны. Справа центральная очень сильно покоцана, и при этом было уничтожено множество башен. То есть у Волка были уничтожены и Манганели, и арбалетчики с лучниками на этих башнях, и это не очень приятно для Волка. То есть ему сейчас нужно будет наниматься в оборону, но не факт, что бот будет наниматься в оборону, потому что у него приоритеты в основном наниматься в атаку. Ну там с какой-то вероятностью в оборону, но это всё ерунда. Будет ли у Эмира теперь меньше денег при накоплении текущей армии, следующей? Давайте, наверное, сделаем скорость побольше, потому что здесь уже, в принципе, всё будет зависеть только от атак. Особо сильно тут конницы, которые будут бегать, не будут влиять. Арабские лучники тоже, которые будут бегать, они не будут влиять. Арабские лучники Волка, ну тут будут через раз куда-то там прибегать, что-то с арабскими мечниками Эмира делать. Может быть, и не будут делать. Может, будут умирать просто так. То есть особо сильно это тоже не будет влиять, кроме как на потерю денег Волка. 46 тысяч у Волка Еще очень много денег Но вы видите, что Арбарону Ну, он так выстроил ее, лениво Снова идет армия мира Снова идет армия Саладина Пока три катапульта, кстати говоря Очень хорошо справляются с центральной Оборонкой Волка Так как уничтожаются маленькие Низкие стены, то будет уничтожаться И задняя башня, которая стоит за этими низкими стенами Я думаю, центральная башня Точно одна должна упасть прямо сейчас Интересно ли сейчас А что наймет Саладин себе? Потому что у него было только три осадных орудий А это, видимо, опять три осадных орудий Одна огневая баллиста и, скорее всего, две катапульты Почему он больше не занимает? Непонятно И катапульта будет одна нерабочая Да, одна нерабочая катапульта В итоге получается Еще дополнительно две катапульты здесь Вроде как конница что-то постаралась сделать Но конница очень жестко умерла От рвов с нефтью Приходят снова арабские мечники Арабские мечники подпаливают тоже рвы с нефтью Очень сильно волков по деньгам просаживают Была уничтожена одна башня Но не была уничтожена ни правая линия обороны Особо сильно по лучникам Ни центральная Снизу как арабские мечники пытаются пробиться Но снизу они не смогут пробиться Потому что здесь очень много лучников Здесь очень много арбалетчиков и лучников И не смогут они ничего здесь сделать Ну да, они вроде как пробивают Чуть-чуть ни обороны Но это все ерунда Да, тут очень много катапульта Саладиновских Но если бы еще была бы одна Если бы эти напрягающие сохранились бы и у Саладина Потому что у Саладина напрягающих вообще никаких нет А до сих пор Эмир ими напрягает То я думаю, волк бы заканчивался намного быстрее Сейчас у волка 36 тысяч А у Эмира деньги не уменьшаются При этом Ну я бы не сказал, что и увеличиваются Потому что 26 тысяч, а было тогда 31 То есть на 5 тысяч примерно уменьшилось Ну там вроде бы почти 27 То есть на 4 тысячи Но все равно волк с каждой такой вот оборонкой Теряет по 10-12 тысяч точно У него денег было 53 тысячи, как вы помните Эмир теряет по 4 тысячи Я думаю, волк закончится намного быстрее Чем закончатся деньги у Эмира Так что волку будет в войне сложнее сейчас отбиваться Да, у него вроде как работает сзади какая-то экономика Но это все Почему он в центре себе строит экономику непонятно Он должен строить экономику сзади Причем у него тут реально хватает места Лучники, вышедшие на центр от волка Уничтожили одну напрягающую катапульту И при этом напрягающих лучников от Эмира Но это не особо сильно помогает Потому что по деньгам его все равно просаживают неплохо 21 тысяча у Эмира Амара Но Эмира Амар просто пытается менять себе армию Эмира Амар, кстати говоря, что атакует или нет? Нет, он вроде как нанимается Он будет атаковать вместе с Саладином У них будет совместная атака Волк атакует Ооо Ооо Но это плохо Хотя может быть и неплохо Потому что сейчас арбалетчики встанут почти в центре И как только будет побегать конница, эти арбалетчики могут с этой конницей справиться Главное, чтобы арабские лучники здесь тоже были рядом Тогда все будет нормально Интересно, кого он такой? Он такой Саладина Он считает Саладина слабее, чем Эмир Почему-то Почему? Не понимаю А, нет, понимаю 258 армии, 395 армии Все, вопросов нет Это, скорее всего, миллиард конницы у Эмира Вот поэтому он его не атакует Стоят две А, нет, стоит просто одна огневая баллистная катапульта И при этом расстреливают мечников и пикенеров Которые ничего им сделать не могут Они просто собираются здесь стоять Всех инженеров убили Так что никакой оборонки не будет Зато приходит конница Эмир начинает атаковать Ну, это, скорее всего, минус вся правая линия обороны Абсолютно целиком, полностью А вот как центральная, непонятно Будет ли Саладин помогать? Ну, Саладин пока не помогает Хотя, не, вроде как Армия какая-то выходит Ерундовая армия выходит Но Волк пока атакует Саладина Хорошо Посмотрим, чего сможет он добиться этой атакой Ну, на данный момент пока ничего Вроде как какие-то Войска тут что-то пытаются сделать Но вроде как ничего не получается Здесь у нас конница в это время Эмировская чуть-чуть попыталась уничтожить Волка Они слишком близко подошли Из-за этого правая линия обороны не сгорела Но мечники пока арабские не атакуют Поэтому переключимся на атаку Волка для Саладина Ну, ров прокопан, но это такое Или футурва этого самого ним Хотя нет, он должен быть просто здесь Да, Волка начинает очень сильно атаковать У Волка начинаются проблемы У Волка начинаются проблемы Очень сильно горят все арабские мечники Но арабские мечники, кстати говоря, заходят на мост легко Причем этот мост, они уничтожают арабские мечники Остались даже во рву стоять С рва они заходят спокойненько бить барбака Ну а что? Вы знали, что это так работает в Струнхолде? Я вот не знал У меня бы мечники как-то исчезли У Емира они почему-то не исчезают Непонятно У Волка вся экономика была уничтожена Потому что у него был уничтожен подъемный мост Ну а подъемный мост не закрылся Потому что там стоял пикинер Круто То есть у Волка теперь нужно будет Полностью восстанавливать всю экономику Да, у Емира 15 тысяч денег Но у Волка 25 и плюс восстановление экономики То есть сейчас он вообще не будет себе в плюс работать Ему нужно будет всю экономику восстановить Это тысяч 10 И потом еще эту экономику окупать А тут нападает Саладин Ну вообще у Емира очень мало денег осталось И при этом он быстро как-то атаканул И все И теперь ему заново надо набирать армию для атаки То есть он спустил все свои деньги И сейчас будет снова спускать все свои деньги Слушайте, ну мне приходится видимо переобуваться Я думал, что у Емира все будет нормально по деньгам А тут оказывается нет Он не копит их вообще Он перестал их накапливать Как это работает? Одна катапульта плюс дополнительно Одна огневая баллиста Разрывают постепенно замок Волк Ну это все ерунда Интересно, конница сможет ли подпалить еще рвы с нефтью? Потому что они уже смогли Часть конницы смогла подпалить Часть конницы не смогла Они просто так умерли Пришли ассасины Вроде что-то попытались Так что они все умерли Бегут рабы Огнеметатели все от салатинов умерли Салатин, кстати говоря, очень много денег И плюс дополнительно бегут арабские мечники Арабские мечники подпаливают ли рвы Подпалили рвы центральные Подпалили чуть-чуть рвов сбоку Подпалили чуть-чуть рвов слева И все И атака на этом В принципе закончится Тут больше нечего добавить Вся атака закончилась При этом бегут арабские мечники Господин Венира Пытаются, видимо, здесь что-то уничтожить Была лесопилка, скорее всего, Волка Они ее смогли уничтожить И при этом дохнут 40 арабских мечников За одну лесопилку Волка Ну, Волку, в принципе, повезло То, что они атаковали не синхронно Это раз Второе То, что Волку сейчас придется восстанавливаться Это не повезло Но так как он достаточно легко Отбился от армии Саладина Ну так, играючи Он особо сильно потерь не заимел себе То я думаю, он легко восстановит себе экономику Тем более задняя экономика у него работает уже Все, что за замком у него работает Все, что перед замком он еще не строил Эмир начинает атаковать заново У Эмира, кстати говоря, уже меньше 10 тысяч Осталось 8 тысяч у Эмира 9 9500, ладно То есть Эмир сейчас будет пытаться Своей конницей что-то сделать Но здесь как бы у лучников и арбалетчиков Очень мало ХП Интересно, сможет ли Эмир сейчас Хотя бы выбить эту линию обороны Или он опять ошибется конницей У Эмира закончат деньги И при этом мне нужно будет переобуться Потому что Волк будет атаковать Эмира И если Волк отханет Эмира и победит Оооо Это все Это тогда получается, что Волк сможет из Саладина победить Просто вопрос времени Правая линия обороны у Волка полностью умерла Ну и почти полностью умерла конница Конница закончилась Все Считайте конница закончилась Но тут и центральная линия обороны Если что еще пытается умереть Дополнительно тут Саладин занимает Вместе с Эмировскими лучниками центр Тут какие-то огневые баллисты Пытаются что-то тоже по центру сделать Особо сильно у них не получается Приходят арабские мечники Арабских мечников уже Расстрелять абсолютно нечем Скорее всего Они откроют первую стену обороны Но тут интересно Будет ли прокопан ров Потому что не кем копать ров Вроде как должны были это делать И европейские лучники И европейские лучники Все умерли снова У Волка подъемный мост охраняют Пикюнеры Которые Я не понимаю почему они его охраняют Почему они стоят на подъемном мосту Он же ведь понимает Что если дойти до этого подъемного моста То все он исчезнет И Волк снова удалит всю экономику Видимо из разработчиков Никто этого не понимал Поэтому вейпоинт для пикюнеров Оставили здесь Зачем? Не знали Волк вроде как попытался Починить стены Но Это простая трата камня Хотя у него камня особо сильно нет Он вроде стихи даже не закупает Здесь больше никого нет Ну Эта атака закончится быстро Но С потерями для экономики Волка С сильными потерями Потому что Барбакан у него закрыт Ну и здесь арабские мечники Просто так стоят Тянут время Причем очень сильно Да Барбакан открылся Но время тянется сильно Сейчас придут арабские Арабские арбалетчики Сейчас придут и расстреляют всех этих мечников Арабские арбалетчики Пришли Умерли все мечники А в это время начинает атаковать Саладин Если будет без потерь Почти для Волка То в принципе он сможет еще Нормально здесь посидеть Подержаться Да и экономику свою поразвивать Потому что экономику Он здесь не уничтожает Он всю ее отстроил Правда у него осталось конечно 10 тысяч денег Но это немного Ну у Эмира еще 15 То есть Эмир В принципе Еще раза 3 Сможет так атакануть Да Конница Саладина Чуть-чуть Рвок Выманила Вторая конница Саладина Сможет и еще Выманить Рвок Кстати говоря Правая линия обороны У Волка Восстановилась почти полностью Здесь работает Рневая баллиста И катапульта Почему он так криво строит Эти самые палатки инженером Для того чтобы инженеры Не заходили во вторую Непонятно Татарские мечники Саладина Тоже выманивают До себя Орвысь Нет Это не особо Сильные потери Волк уничтожил Себе Всю экономику Снова Ну и это Скорее всего Конец для Волка Потому что Ну он не сможет Особо сильно Здесь так долго Держаться Потому что Сейчас Нападет Эмир Со своей конницы Если он может Еще напасть дважды А он точно Может напасть дважды Кстати говоря Масленов Очень хорошо Пончет Лежал сейчас Арабских мечников Ну и все На этом закончится Для Волка А Эмир уже атакует Эмир уже Не отпускает Волка То есть они Решили не синхронно Атаковать Насколько я понимаю Они атакуют так Атаканул Эмир Проиграл Потом атакует Саладин Проиграл Потом снова Эмир Проиграл То есть Волка Держат в саде Как так вот Затаймили Я не знаю Но у них так получилось Сделать Поэтому Волку теперь приходится Не очень приятно Поэтому скорее всего Он удалил всю экономику Так как ему не дают Ее воспользоваться Потом он ее Снова будет восстановлен Конница снова пришла Но правая линия оборонки Не уничтожается Потому что Конница пришла Опять слишком близко Ну и соответственно Волк играючи Отбивается от Эмира Потому что Конница подошла Слишком близко Ну чуть-чуть Нужно было дальше И тогда бы они Уничтожили почти Всю правую линию обороны Да тут вроде как Уничтожаются рвы с нефтью Но это все ерунда У Волка остается Тысяча денег Это главный момент У Волка остается Тысяча денег То есть он не сможет Особо сильно больше отбиваться Если сейчас Саладин атакует А потом еще раз Эмир атакует Правой линии обороны Больше не будет Центральной линии обороны Больше не будет Ну и соответственно Два бота доберут Волка Я думаю уже можно Увеличивать скорость До 500 В принципе Хотя можно и до 1100 Увеличить Для того чтобы Действительно все Побыстрее было Волк снова удалил Всю экономику свою Больше экономики У Волка не будет У него 0 денег У него 300 армии Но 0 денег То есть теперь Арабских лучников Он будет нанимать Вот этих не часто Как минимум Ну и он будет их нанимать В первую очередь В этом вся и проблема Тут прибегает конница Конница особо сильно Довно ничего не делает Бегут арабские мечники Но тут линия обороны нормальная Поэтому арабские мечники Эмировские умрут У Эмира 7000 денег осталось Но он скоро будет атаковать Потому что тут еще и Саладин Готов атаковать У Саладина кстати говоря 400 почти армии У Саладина очень много денег У Эмира денег мало Но армии тоже будет много И они атакуют синхронно Потому что у Волка Скорее всего нет денег Поэтому они атакуют синхронно И никто решил не выкапливаться Пошла армия Эмира Атаковать справа Естественно правая линия обороны Полностью будет уничтожена И Волк ее уже не сможет восстановить Так как нет денег Центральная линия обороны Конница Ну чуть-чуть Тут вроде как дострелит Чуть-чуть не достреливает Но в принципе они уже Почти смогли с ней справиться В это время катапульта Эмира и Саладина Вместе уничтожили Центральную катапульту Здесь наконец-то Все осадные орудия Поставились И сможет Саладин Действительно нормально Помочь своей атаке Этими осадными орудиями Вроде как конница Что пытается сделать Но особо сильно у них Ничего не получается Главное центральную линию обороны Вынести И у них это не получается сделать Зато у Эмира Получается справа Арабскими мечниками Разместиться И уничтожить полностью Всю-всю-всю Внешнюю стену Теперь нужны европейцы Которые должны прокопать рог И при этом Саладиновские рабы Пришли уже копать Самый рог Скорее всего Они его прокопают Они его прокопали Теперь у мечников Эмира Появилась возможность Плюс у мечников Саладина Появилась возможность Уничтожать башни И стены внутреннего замка Центральная башня Одна еще была уничтожена То есть две центральные башни Были уничтожены полностью Плюс пришли две огневые баллисты Которые на расстоянии Уничтожают арбалетчиков В центре Центральная линия обороны Полностью рухнула И теперь мечники должны просто пробить одну единственную стену И как только вот эти мечники закончат пробивать линию обороны Все зайдут в замок и, скорее всего, волк будет убит Но не с этой атаки, а со следующей Я думаю, со следующей Хотя, судя по тому, в какую компрессию стали там мечники Мечники волка, ладно Я думал, там компрессия из арабских мечников намного лучше Нет, компрессия из мечников волков и степенеров оказалась лучше Хорошо, теперь будут арабские мечники и мироп на постоянке терроризировать волка Интересно, будет ли они атаковать сейчас то, что у волка ноль денег В принципе, уже все как бы Здесь уже можно делать 1100 и заканчивать этого самого волка Но... Долго ли он будет держаться? Ну, тут какие-то напрягающие мечники умирают Об волчьей ямы Здесь тоже арабские мечники А, нет, волчьих ям здесь нет Ладно У волка вообще нет никаких абсолютно зданий вне замка Поэтому он особо сильно развиться не может И у него и в замке особо сильно зданий нет Атакует эмир Эмир атакует... 470 армии Здравствуйте, эмир Амар 470 армии плюс миллиард конницы Миллиард конницы уже побежал к замку волка Ну и тут особо сильно нечего уничтожать Просто нужно разгромить, как вы видите, одну линию обороны Справа, все И можно заходить в замок При этом Саладин, я думаю, поможет, но чуть-чуть попозже Потому что он выкапливает свою армию Побежали лучники, копать ровно особо сильно это не нужно Вроде как тут что-то арабский мечник подходит к стенам Стены они уничтожат Конница забежит вовнутрь, но особо сильно у нее забежать вовнутрь не получилось И все, конница вернулась А нет, теперь конница заходит, волк удаляется полностью Ну и все, арабских мечников здесь достаточно для того, чтобы просто соло уничтожить господину Эмиру волка Если не получится подключиться Саладин, тот справится Тут слишком большая компрессия арабских мечников, слишком Ну и их всех подпаливают Опа Не справился господин Эмир Значит подключаем Саладина Саладин уже подключился Ему осталось только атакануть Чуть вскоре для того, чтобы все это дело сделать побыстрее Отошли все Куда-то подходит Конница Что-то тут пытается уничтожить замок волка Идут арабские мечники Всех летателей всех гучников поперебили Ну и теперь арабские мечники Арабские мечники заходят Интересно, есть ли еще маслята Я не вижу ни одного Не справился Саладин Потому что еще очень много арбалетчиков Обалдеть Ладно Значит тогда Значит тогда ждем атаку Эмира Что тогда? Эмир в это время будет выкапливать Конечно же себе армию Интересно, пошла ли вся его армия Или не пошла Пошла вроде как его армия Да, пошла конница вся заходить Уже тут какие-то рвы выставились Но особо сильно их немножко не повлияло Чуть-чуть вроде арбалетчиков уничтожали Но это тоже не темогло Вроде как они пытаются уничтожить его Но лучше бы накопили бы побольше армии Для того, чтобы можно было бы Действительно волка легко уничтожить Конница прибегает, но умирает Тут вроде как одного там арбалетчика убили Одного арабского лучника убили Ну и вся армия, естественно, Эмира умерла Ну тут чуть-чуть, конечно, еще мечников осталось Скорее всего они тоже умрут Потому что они будут заходить Без какой-либо поддержки от лучников Очень легко умирают Очень легко У волка, кстати говоря Вдруг появилась каменоломня Но она особо сильно ни на что не повлияет А шо, Саладин перестал Наниматься? Он типа еще атакует? А чем он атакует? Мечниками? Пришли арабские мечники Эмира и уничтожили Всю экономику волку Ну то есть последнюю каменоломню Ну и здесь, соответственно, Эмир снова начинает нападать Интересно, нападет ли он синхронно Своей конницей и синхронно мечниками Потому что если он сделает так То тогда мечники легко уничтожат волку Ну, вроде как синхронизации никакой нет Просто пришла какая-то конница А, волк снова запер свой замок Ага Значит, получается, снова нужно пробивать линию обороны Справа Слушайте, ну волк легко Себя так прям вот не отдает Как мог бы То есть сейчас Нужно сойти Именно синхронно И они, скорее всего, это сделают Ну, проход Вроде как образовался Да, образовался При этом заходит конница вместе С арабскими мечниками И конница Как быстро умирает Но конница, скорее всего, просто застряла в стене И она не может никак пройти И при этом еще дополнительные Лаги Потому что они не могут никак пройти Поэтому лаги Из-за этого они пытаются найти пути Ой-ой-ой-ой Ну ладно, ничего страшного Это баг стромхолда небольшой такой произошел у меня Бывает У ботов такой баг Ну и, скорее всего, это минус волк Потому что, ну, хватит Хватит абсолютно все Да Эмир справился с волком Самые сильные арабы Стромхолда Кусейда Оказались Сильнее, чем самые сильные европейцы Кроме волка Здесь вообще нет Ни одного нормального европейца Получается в этой игре Хотя, может быть, с Кабаном Это было бы совсем по-другому Потому что Кабан Немножечко сам по себе другой У него экономика, наверное, получше, чем у Фридриха Да и вообще он легко отбивается По сравнению с Фридрихом Хотя там нет Я думаю, от конницы Эмира и Саладина смешанной Он никогда в жизни не отобьется Такая вот, в общем, была битва Надеюсь, что вам понравилось С вами был Роджан Не ленись и подпишись на канал И удачи, до следующего ролика Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok